Добрый день! Добрый день! Ну что, мы подошли к заключительному уроку модуля кинематики. То есть, сегодня мы с вами проведем обобщение всего модуля кинематика. Итак, давайте вспомним основные понятия, которые мы проходили с вами в этом модуле. Кинематика изучает механическое движение. А механическое движение – это изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени. Для описания механического движения нам необходима система отсчета. Система отсчета включает в себя тело отсчета, систему координат, связанную с телом отсчета, и прибор для измерения времени, то есть часы. В кинематике мы чаще всего принимали тела за материальные точки. Материальная точка – это тело, размерами которого можно пренебречь в данных условиях. Любое тело при своем движении проходит совокупность точек, которые соединяются в определенную линию. Эта линия называется траекторией. Длина траектории – это путь. Ну а вектор или направленный отрезок, соединяющий начальное и конечное положение тела – это перемещение. Мы с вами уже знаем, что по форме траектории движение может делиться на прямолинейное, то есть когда траектория имеет форму прямой линии, и криволинейное, когда траектория либо дуга окружности, ну чаще всего именно дуга окружности. Это по форме траектории. Но механическое движение еще может разделяться по скорости на равномерное движение. То есть когда скорость является постоянной величиной, она сохраняет постоянным и свое модульное значение, и направление. И график скорости выглядит как прямая линия параллельная оси времени. И геометрический смысл перемещения, которое совершает тело – это площадь фигуры под графиком скорости. И движение может быть неравномерное, или, как мы говорили, равнопеременное. То есть когда скорость не является постоянной величиной, следовательно, присутствует величина, отвечающая за быстроту изменения скорости – это ускорение. И мы выяснили, что координата тела при равнопеременном движении зависит от времени как квадратичная функция. И график этой функции является парабола. Кроме того, мы вывели с вами уравнение координаты для равномерного движения и для равнопеременного движения. Отличаются они наличием вот этого слагаемого. И уравнение движения для равномерного движения и равнопеременного движения. Давайте решим задачу и применим изученное ранее. Итак, когда пассажиру, находящемуся на перроне, осталось дойти до двери вагона 15 метров, поезд тронулся с места и стал разгоняться с ускорением 0,5 метра на секунду в квадрате. Пассажир побежал со скоростью 4 метра в секунду. Через сколько времени он достигнет двери вагона? Итак, запишем дано. Нам известно расстояние от пассажира до двери в начальный момент рассмотрения. Далее ускорение, с которым разгоняется поезд. Скорость, с которым движется пассажир. И нам необходимо найти время, через которое пассажир достигнет двери. При решении задач о встрече двух тел удобно использовать уравнение координаты тел. То есть условием встречи является следующее. Координаты этих тел должны совпадать. Запишем уравнение координаты движения пассажира. Так как пассажир у нас бежит с постоянной скоростью, то есть движение равномерное. Значит уравнение координаты будет выглядеть как произведение скорости на время. А вагон, поезд движется ускоренно. Но начальная скорость движения поезда будет равна 0. Следовательно, уравнение координаты для поезда будет D, начальное положение. Если мы приняли положение человека за начало отсчета, то поезд будет находиться на расстоянии D. Плюс AT2 на 2. Приравняем эти два уравнения. И приведем его к канонической форме квадратного уравнения. Я напоминаю, как вычисляется дискриминант в нашем случае с учетом коэффициентов наших. А у нас будет равно А пополам коэффициент при аргументе во второй степени. Коэффициент В при аргументе в первой степени будет равен минус В. И свободный член будет равен D. Вычисляем дискриминант. Как обычно, подставляем формулу для вычисления корней. И ответом нашей задачи мы получим два промежутка времени. 6 секунд и 10 секунд. Решение квадратного уравнения является 2 корня. А ответ задачи должен быть один. Можно предположить, что решением задачи будет являться меньшее время, то есть 6 секунд. Потому что человек не будет пробегать мимо двери и ждать, когда она его достигнет. То есть он добегает до двери за 6 секунд и оказывается в поезде. Ну что, переходим ко второй задаче. За последнюю секунду свободно падающее тело пролетело 3 четвертых своего пути. Сколько времени падало тело и с какой высоты? Найдите конечную скорость. Итак, запишем дано. Нам известно, что за последнюю секунду, то есть промежуток времени равен 1 секунде, тело пролетело расстояние 3 четвертых своего пути. То есть d будет равно 3 четвертых от h, от высоты, с которой падает тело. Нам необходимо найти время, в течение которого падало тело, высоту, с которой оно падало и конечную скорость. Для описания свободного падения выберем направление оси по движению тела вниз. Следовательно, проекция ускорения свободного падения у нас будет положительная. Нам дано расстояние, которое тело прошло за последнюю секунду. И отметим еще высоту, с которой падало тело. Значит, согласно законам свободного падения, конечная скорость будет вычисляться как сумма начальной скорости плюс произведение ускорения свободного падения на время. А уравнение координаты при свободном падении будет выглядеть вот таким вот образом. Давайте проанализируем, что у нас с проекциями. Значит, проекция начальной скорости будет равна нулю, а проекция ускорения свободного падения будет равна G. Применим это в уравнении скорости и, следовательно, в уравнении координаты. Примем начальную высоту, то есть с которой начало падать тело за начало отсчета, следовательно, Y нулевой у нас тоже будет равно нулю, и тогда уравнение координаты сводится к простейшему виду. Y будет равен G т квадрат на 2. Значит, конечная координата совпадает с высотой, с которой падало тело. Следовательно, высоту мы можем определить точно по такой же формуле G т квадрат на 2. Ну и расстояние, вот это вот, как бы начальное расстояние, мы знаем, что оно равно 3 четверти H, а вот это 1 четвертая. То есть H минус D, здесь совершается свободное падение, значит, применяем закон для свободного падения. И решая эту систему полученных уравнений совместно, мы получаем, что... Посмотрите, пожалуйста, производим математические преобразования, и сводится все вот к такому выражению. Но с таким выражением достаточно сложно работать. Давайте извлечем корень из левой и правой части. Тогда наше выражение упростится. t, деленное на t минус Δt, будет равно 2. Выразим искомое время. И получим, что оно равно 2 секунды. Но теперь можно найти и высоту, с которой падало тело, используя формулу для высоты. Мы получаем, что высота будет равна 19,6 метра. И конечную скорость вычисляем. В итоге тело совершило свободное падение с высоты 19,6 метра в течение 2 секунд. Конечная скорость падения равна 19,6 метра на секунду. Изучая кинематику, мы познакомились не только с равномерным движением, но и с движением криволинейным. Мы научились сводить криволинейное движение к движению по окружности, движение по прямой. Мы знаем, что движение по окружности является ускоренным, так как ускорение меняет направление скорости в каждой последующей точке. И это ускорение является центростремительным. И мы вспомнили с вами некоторые характеристики. Значит, выявили формулу для центростремительного ускорения, для линейной скорости, через период и через частоту, угловую скорость через период и через частоту. И нашли связь между периодом и частотой. Ну, попробуем решить задачу. Итак, вертолет начал снижаться вертикально с ускорением 0,2 метра на секунду в квадрате. Лопасти его винта имеют длину 5 метров и вращаются с частотой 300 оборотов в минуту. Сколько оборотов сделает винт за время снижения вертолета на 40 метров? Определите также линейную скорость и центростремительное ускорение для концов лопастей винта относительно корпуса вертолета. Итак, давайте запишем данное. Ускорение, с которым опускается, снижается вертолет 0,2 метра на секунду в квадрате. Длина лопасти 5 метров. Частота вращения лопасти 300 оборотов в минуту. Снижение вертолета на 40 метров. То есть, S будет равно перемещения 40 метров. Нам необходимо определить количество оборотов, которые совершают винт. Скорость линейную и центростремительное ускорение. Итак, переведем систему СИН. 300 оборотов это 5 Гц. И приступим к решению. Для того, чтобы определить количество оборотов винта, нужно воспользоваться формулой для определения частоты вращения. И отсюда выразить количество оборотов. То есть, частота умножить на время будет равно количеству оборотов. Следовательно, нам необходимо найти время снижения. То есть, время, за которое вертолет пройдет 40 метров, двигаясь ускоренно. Следовательно, применим уравнение движения для равнопеременного движения. Определим проекции. Проекция перемещения будет С. Проекция начальной скорости 0. И ускорение будет положительным, так как вектор ускорения совпадает с направлением оси У. Следовательно, перемещение можно будет определить по формуле АТ квадрат на 2. Выразим отсюда время. И подставим его в формулу для вычисления количества оборотов. Получим, что Н будет равно частота умножить на корень квадратный из 2С, деленного на А. Подставляем числовые значения и получаем, что винт совершит 100 оборотов. Зная длину лопастей, то есть длина лопастей будет выступать как радиус вращения, можно определить линейную скорость. Частоту мы знаем, длину лопастей мы знаем. Следовательно, линейная скорость будет равна 157 метрам на секунду. Ну и достаточно легко определить центростремительное ускорение лопасти вертолета, как отношение квадрата линейной скорости к длине лопастей. Подставляем числовые значения и получаем 4929,8 метра на секунду в квадрате. Итак, за время снижения вертолета винт сделал 100 оборотов, линейная скорость лопасти винта 157 метров на секунду и центростремительное ускорение лопастей 4929,8 метра на секунду в квадрате. На этом наш урок закончен. Мы закончили с вами изучение модуля кинематики. Всего вам хорошего. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok